Всем привет! С вами Панцер. И на обзоре у меня сегодня пиво от компании Пивасов. И это пиво называется Марселин. Магазины Пивасов у нас как бы в городе давным-давно, но я не знал, что они варят пиво. Сегодня я узнал. И сегодня я взял два их пива, но сегодня обзор будет на одно, второе где-то по паже. Продегустирую. Это пиво Марселин. Пиво, судя по всему, светлое, нефильтрованное. Здесь написано, что алкоголя 5,3, плотность 13. Все, больше ничего не известно, даже не известно, что это за пиво, потому что не написано, лагер это или эль, или что это. Вообще, Марселин. Вот, если надо было изобразить, что это эль, вот, отличный выход. Но не факт. Ну, возможно, я ошибаюсь и принимаю желаемое за действительное. Итак, Марка Пивасов. Вам пиво, говорят, то есть подавщица говорила, что это где-то в Одессе. Я без понятия, где это. И в Одессе ли это, и вообще-то пиво может вообще не пивасово, а ее поставили, ввери в заблуждение. Я без понятия, честно. Но, раз увидал, надо брать, надо пробовать и сказать, что это. Так что, открываем. Наливаем. Будем пробовать. Марсель. Марсель, это у нас, что у нас, Франция вроде, да, если память не изменяет. То есть, что-то должно быть пшеничное, наверное, типа бельгийского, ну, на мой взгляд. Ну, не фильтровка, само собой. В аромате он такой совсем незначительный, сложно сказать. Ну, на пшеничку похоже немножко. Но слабый, очень слабый аромат. Сказать ничего не смогу. Может, когда сядем, когда там ароматы соберутся в бокале. Такое что-то дрожжевое, что есть. Не знаю. Я, на самом деле, очень уважаю бельгийское пиво. Притом, при тем, что я, может быть, не фанат, допустим, белого пива. Но вот все, что варит Бельгия и называет крепкий бельгийский эль, мне заходит. Даже если это пшеничка. Возможно, вот у меня там, я сейчас стою, но против меня стоят на карбонизации. У меня парки красно-бельгийского пшеничного эля. И вот я надеюсь, что он будет вкусный, но по цвету он и прозрачнее, и темнее вот этого. Но о нем позже. Где-то через недельку. Вот. Ну, я не знаю, когда этот ролик выйдет, на самом деле. Не суть. Короче, скоро будет. Вот. А тут, ну, не знаю. Аромата не добавилось, но угадываются какие-то доводки. Ну, я могу допустить, что банановые доводки, но, на мой взгляд, просто фруктовые. Это и есть, да, из базара. Насколько это пивной напиток, я не знаю. Короче, пробуем. Ммм. Ну, шо встать. Это солодный напиток, у первых. То есть, пиво, оно очень солодовое. Такое, довольно плотненькое. Прямо ощущается солодок. Я не очень такое люблю, честно. На мой взгляд, это немножко, ну, не то, что мне надо. То есть, я люблю пиво, пусть оно будет плотное, но более хмельное. Оно не сладкое, нет. Оно не в этом-то и дело. Но, на мой взгляд, оно похоже на то, что я когда-то пробовал, есть у меня куча обзоров на одесской независимой пивоварне. Вот, у них вот такой, вот, почти все такое. Вот такое, солодовое. Вот, можно еще сравнить, допустим, с умынским пивом, с апильем. Но апильем уже немножко сместилось больше в хмельевую сторону. Вот, солодовость у Умани и независимая дископивоварня вот такая. Ну, что сказать. В целом, неплохо. В целом. Но сказать, что прям вот, то, что я хочу, нет. Я не то, чтобы, когда берешь пиво, ты что-то от него ожидаешь. Нет, я ничего не ожидал от этого пива, я просто взял попробовать. Я не слышал, что пивасов варил свое пиво. И поэтому было просто интересно, что у них хотя бы продается под своей маркой. Возможно, это сварено на чьих-то мощностях. Допустим, на мощностях той же пивоварни, одесской независимой пивоварни. Возможно, на мощностях Багеймеркингс. Все может быть. Да и других пивоварни хватает в Одессе. Я не в курсе. Но, раз они назвались пивом, я хотел бы немножко другого все-таки. У них еще одно пиво. Дюк. Но его я попробую позже. Не сегодня. Вот как-то так. Ну, у нас сегодня все. Субтитры сделал DimaTorzok